Приветствую вас, и такая роль, конечно, есть, только в том, что вы эту роль одним своим вопросом таким, которые вы задали, уже отчасти песни перенесли в область скорее не бессознательного, а в область сознательного. То есть вы понимаете, что где-то, как-то, в чем-то вы играете эту самую роль. Эта самую роль неудачника, которая мешает вам, ну, видимо, получать удовлетворение тех потребностей, которые у вас есть. И давайте мы с вами для начала скажем, что такое вообще, говоря, роль неудачника. Роль неудачника – это когда человек, как бы это сказать лучше, запрограммирован на то, чтобы терпеть неудачи в том, что он делает. Почему человек программирует себя на такие модели поведения? Потому что, как вам сказал мой коллега, это вполне может быть расширенный механизм. То есть человек боится потерпеть неудачи, и из-за того, что он боится потерпеть неудачи, человеку легче, лучше, спокойнее, сразу эту самую неудачу потерпеть, чтобы не испытывать лишних негативных переживаний относительно того факта, что у него что-то не получилось. Вот, в принципе, именно так работает принцип поведения неудачника. Теперь, после того, как вам стало более или менее понятно, я надеюсь, причина вашего поведения, давайте пройдемся по тому, как можно от этого избавиться. В первую очередь, нужно понять, в каком аспекте своей жизни, в какой сфере своей жизни вы хотели бы добиться определенных успехов. Далее, в чем именно вы не уверены в себе? Дело в том, что позиция неудачника, которую вы играете, она вызвана именно тем, что вы в себе не уверены. И вот, когда неуверенность будет подавлена, когда неуверенность будет купирована, когда вы сделаете что-то, что вашу неуверенность уберет, вот тогда, можно будет говорить о том, что роль неудачника вы играете в крестанте. Далее, не могу не сказать о том, что вы вполне можете, в силу субъективности вашего взгляда, вы вполне можете ошибаться в оценке своей собственной удачливости. И тогда, давайте обязательно зададим такой вопрос вам, что для вас есть удачное поведение, поведение удачника, что для вас есть успешное поведение, что для вас есть продуктивное, правильное поведение, а что для вас представляет собой, вот, собственно, поведение неудачника. То есть, как вы разделяете, как вы дифференцируете неудачное и успешное поведение. Это очень важно, чтобы отдавать себе отшерсть в том, к чему стремиться. Если четкого стремления нет, то простите, вам будет довольно сложно перестать играть роль. Почему? Потому что, смотрите, есть роль, которая вам не нравится определенно, а есть роль, которая вас устраивает. Но если не знать этой роли, которая вас устраивает, то непонятно и к чему стремиться. А может быть никакой роли неудачника у вас и нет. На самом деле, может быть, вы просто-напросто не можете получить чего-то, что вы бы хотели. И из-за этого, из-за того, что вы не можете добиться вот этих моментов, вам окажется, что вы неудачник. Хотя, в действительности, ничего такого может и не быть. Вот, в принципе, так можно ответить вам на ваш вопрос. Поэтому все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи.